Всем привет, друзья! Вы на канале AmazingChina, с вами Макс, и сегодня я буду тестировать свой компьютер в играх и программах. Всё это благодарю вам, потому что в первой части, там где я делал именно сборку данного компьютера, вы поставили 200 лайков, а я напомню, что мы договаривались, что если на видео будет 200 лайков, то я выпускаю вторую часть, в которой мы будем тестировать этот комп в играх и программах. Кстати, для тех, кто не видел первую часть, она будет справа в углу, можете перейти по ссылке и посмотреть, и конечно же поставить лайк. Ну а мы переходим к тестам данной сборки. Итак, открываем программу Specky, это бесплатная программа, с помощью данной программы вы можете посмотреть конфигурацию вашего компьютера. И для тех, кто не видел первую часть, я покажу конфигурацию именно моего компьютера. Также открываем программу CPU-Z, тут мы можем подробно посмотреть на характеристики процессора. Итак, процессор у меня Intel Xeon E3-1230v2, это Socket 1155, третье поколение Intel EV Bridge. Стандартная частота у данного процессора 3.3 ГГц. Этот процессор я покупал на сайте Алиэкспресс примерно за 80-85 баксов. Далее переходим на раздел материнской платы. Материнка у меня Asus P8Q77M. Это микро-ATX материнка на чипсете Q77. Подробнее смотрите справа в углу по ссылке. Следующий раздел у нас память. Оперативной памяти у меня в компьютере стоит 16 ГБ. Работает в двухканальном режиме, частота 1600, тайминги 999-24. Фирма оперативной памяти у меня стоит Kingston HyperX Fury 1866. Но работает, повторюсь, на частоте 1600 из-за ограничения чипсета. Подробнее смотрите справа в углу видео про оперативную память. Далее графика. Видеокарта у меня от фирмы NVIDIA GTX 1070 на 8 ГБ видеопамяти. На момент записи драйвера я использовал 419. В настройках драйвера я поставил галочку настройки согласно 3D приложению. И также физику я поставил на видеокарту. Потому что я считаю, что видеокарта в данной сборке это самый новый и самый производительный компонент компьютера. Далее проведем встроенный тест через программу CPU-Z. Тут у нас есть бенчмарк, который можете сделать и вы на своих компьютерах. Я запустил, сделал 3 прогона. У меня получился приблизительно один и тот же результат с небольшим разбросом. Вот сейчас я вставляю скрин, где наглядно вы можете посмотреть результаты тестов. И в комментарии можете написать, какие показатели у вас. Напомню, что сверху у нас это значит производительность на одно ядро, а снизу это производительность на все потоки. Процессор Xeon E3-1230V2 имеет 8 потоков. И хочу обратить внимание на версию программы CPU-Z. Версия у нас 1880X64. Итак, далее переходим к еще одной синтетической программе. Это программа Cinebench R15. С помощью данной программы возможно оценить производительность процессора и видеокарты. Версия программы вот такая вот. Можете посмотреть, также скачать, протестировать свою систему. И нажимаем кнопочку Run, запускаем тестирование процессора. Тут я хотел сделать тест в реальном времени, но так как я хочу сделать более-менее компактный и коротенький ролик, я тест ускорю. Поэтому сразу смотрим результаты. Тут я также хочу сказать, что тест я делал несколько раз, потому что присутствует погрешность, либо магия какая-то происходит. Потому что когда идет запись экрана, баллы получаются чуть-чуть ниже, поэтому я делал именно скриншоты. И сейчас ставлю результаты. И получается процессор Xeon E3-1230v2 в тесте CPU набрал 644 балла. Для процессора 2012 года результат очень достойный. Могу сказать, что i7-3770 набирает примерно 660 баллов. Также я еще сделал тест OpenGL на видеокарте 1070. Вот такие результаты у меня получились. Дальше открываем программу AIDA64. В данной программе я также проведу несколько тестов. Первый тест у нас будет этот тест памяти и кэша. Этот тест я делал также несколько раз, чтобы устретить результат. И результаты тестов вы можете сейчас наблюдать на экране. Особое внимание хочу обратить на столбик латенции. Это задержка. У меня в основном получалась цифра 5152. Для компьютеров на базе процессоров Intel это хороший показатель. А Ryzen нам такой показатель даже и не снился. Вот поэтому я выбрал старый i7, а не новый Ryzen R5. И еще один тест, который я сделал в AIDA64. Это CPU Queen. Тест производительности процессора. И вот такой вот результат у меня получился. Процессор Xeon E3-1230v2 набирает 44000 баллов. Оперативная память у нас на частоте 1600. Тайминги 999-924. Частота процессора на все ядра 3500 МГц. И в конце синтетических тестов покажу, как держит нагрузку данная сборка. Заходим в тест стабильности системы. Включаем первые четыре галочки. И запустил я в общем тест на 5 минут. Вставляю результаты. Переходим в раздел статистики. И смотрим на показатели температур. Как вы можете видеть, температура у нас в норме. Максимальная температура была на четвертом ядре. Это 64 градуса, что вообще нормально для любого процессора. И все показатели в норме. Система у нас не уходила в троттлинг. Максимальная частота на все ядра 3500. Минимальная частота, то есть когда комп в простое, находится 1600 МГц. Итак, все. Синтетические тесты закончились. И теперь переходим к тесту в играх. Погнали! Итак, первая игра у нас Counter-Strike Global Offensive. Вот такие вот настройки у меня стоят в игре. Full HD разрешение и все на самом низком. Включена анизотропная фильтрация, многоядерная обработка и сглаживание Fix.IA. Первый тест в Counter я буду проводить на специальной карте, которую вы можете скачать со Steam. Она называется FPS Benchmark. С помощью данной карты я смогу повторить идентичные тесты на этом процессоре, либо на каком-то другом, который будет в следующем видео. Поэтому будем отталкиваться именно от этой карты. Открываем консоль и прописываем команду FPS Max 0. Это значит, что я выключаю ограничения по FPS. Нажимаем старт и полетели. Тест я ускорю и чуть-чуть прокомментирую. Как вы видите, сразу можно понять, что как бы система у нас работает нормально. Смотрим на показатели мониторинга. С левой стороны. Сверху у нас видеокарта GTX 1070. Температура видеокарты, загрузка видеокарты, частота ядра, частота памяти видеокарты. Далее VRAM, это сколько потребляет видеопамяти, игра. Далее у нас отображаются ядра и потоки процессора. Их у нас 8. Температура держится в районе 45-50 градусов. А рабочая частота процессора на все ядры составляет 3500 МГц. И в самом низу RAM, это оперативная память. У меня стоят две планки по 8 ГБ. И потребление оперативной памяти составляет 5 ГБ. Снизу у нас показатели FPS, смотрите и наблюдайте. И линия фреймтайма. В конце у нас в консоли написано средний FPS. Средний FPS составляет 242 кадра. И в общем, друзья, далее тест у нас будет с ботами. Потому что именно в тот момент, когда я снимал видео, почему-то Steam не работал. Не мог я зайти на сервера Contraise, чтобы показать вам именно игру, как это все будет происходить в матчмейкинге, либо там на дизматче. Поэтому учитывайте, что если сейчас FPS с ботами показывает такой, то когда вы будете играть онлайн, FPS будет выше, потому что процессор не будет создавать ботов. И в общем, процессор будет более разгружен. Ну, в принципе, и так вы можете наглядно посмотреть на FPS. Могу сказать, что я проводил стримы. В основном был FPS в районе 250-350 кадров. Иногда превышал 400. Поэтому смотрите, вот так вот я бегу именно по самой карте. Можете посмотреть на FPS, на загрузку процессора, на линию фреймтайма. Ну, как бы и видюха особо не напрягается, и процессор тоже не напрягается. Я никогда не думал, что у меня будет комп, который будет выдавать в Contraise 400 FPS. Но если честно, 1070 в эту сборку это сильно крутая карта. В эту сборку я считаю самая оптимальная видеокарта. Это NVIDIA GTX 1060 на 6 гигабайт. Либо RX 580 на 8. В общем, вот так вот. И еще пару раундов покажу под музычку. И переходим к следующей игре. А вот, друзья, я еще нашел на компе старую запись, где я еще тестировал видеокарту 1063 гигабайта с процессором 1230v2. Это уже режим матчмейкинга. Можете посмотреть на FPS. Вот поэтому я говорю, что 1070 сильно крутая карта, потому что 1063 гигабайта выдает примерно такой же FPS. То есть получается, что узким горлышком данной системе, то есть GTX 1070 плюс 1230v2, является процессор Xeon 1230v2. Вот так вот. Не раскрывает. Далее переходим к следующей игре. Это PUBG. Это Battle Royale, в который я постоянно играю. И можете смотреть настройки. Настройки стоят в Full HD разрешении. Все на минимум. Вот такой вот FPS у нас показывается во время разминки. Это у нас тренировочный режим. Можете посмотреть. Кстати, вот тут справа в углу сейчас будет видео. Я делал точно такую же пробежку, когда сравнивал видеокарты 1050Ti и 1063 гигабайта с процессором i5-3470. Можете перейти на видео справа в углу и посмотреть. И если кто-то будет писать, почему не ставишь высокие настройки, пацаны скажу, для того, чтобы тащить и занимать топ-1, высокая графика не нужна. Нужно ставить максимально низкие настройки, чтобы было проще увидеть противника. Наверное, тренировочный полигон это самое жесткое место. Тут очень много NPC получается. И FPS вы можете наблюдать в районе 120 кадров. Но далее давайте перейдем на обычную игровую карту. Поехали. Режим самолета. Итак, карта Санок. Летим в самолете. Если смотреть или вниз, или вверх, получаем максимальный FPS. Но реальный FPS у нас держится в районе 100-130 кадров. Чуть-чуть ускорю, чтобы показать. В режиме полета у нас линия фреймтайма, смотрите, более-менее ровная. И FPS, ну понятно, на этапе загрузки уровня. Когда ты падаешь, то FPS сначала проседает. Накладываю музычку, смотрите, оценивайте производительность системы. Во время приземления всегда у нас идет подгрузка уровня. Поэтому не обращайте внимания на фреймтайм. Сейчас буквально 30 секунд и он выравнивается. Вот такой вот лут иногда бывает. Там СКС, там коряк. Либо прыгаешь и тебя сразу убивает, принимает. Либо прыгаешь и никого нет. И куча топового оружия валяется у тебя перед носом. Смотрим на производительность системы. Температура видеокарты 60 градусов. Загрузка видеокарты 60%. Температура процессора 55 градусов. Загрузка процессора. Все ядра примерно работают 50-60%. Особой нагрузки он не получает. И видеокарта тоже как бы работает в пол силы. И тут я себя почувствовал ассасином. Поэтому посидел, посмотрел на всех с высоты птичьего полета. Смотрите на FPS. Все классно. Тест в PUBG затянулся. Хотел показать, как я круто настреливаю противников. А в итоге показываю, как я круто бегаю. Стимулятор бега. В общем, все. Перемещаемся. Запускаем следующую игру. Следующий Battle Royale это Apex Legends. Очередной убийца PUBG. Но это вообще совсем разные игры. В общем, вот такие настройки я поставил. Получается в основном все настройки на максимум. Full HD разрешение. И текстуры я поставил на высокие. И, кстати, внимание. Качество модели я тоже поставил на высокие. Все на максимум, кроме текстур. Для начала зайдем в режим обучения. Получается, тут у нас возможно повторить идентичную сцену. И могу сразу сказать, что в игре у нас идет ограничение по FPS в 144 кадра. Поэтому смотрите, FPS у нас максимальный. Настройки можно поднимать еще выше. Процессор справляется. Видеокарта не напрягается. По мониторингу. Температура видеокарты 68 градусов. Загрузка видеокарты 100%. Тут у нас видеокарта реально загружена. Потребление видеопамяти у нас составляет 4,8 гигабайта. То есть почти 5. Поэтому 10,63 гигабайта на таких настройках, конечно же, не потянет. Температура процессора у нас 50 градусов. Загрузка процессора также 50 градусов. То есть процессор тут реально справляется игрой 100%. Видеокарту он не ограничивает. Ну, конечно, я выкрутил настройки. Ну, ладно. И по показателям оперативной памяти занято у нас получается 6,6 гигабайта оперативной памяти. То есть 16 гигабайт вообще достаточно. Можно даже использовать в любой такой современной сборке 4,8 гигабайта. Чтобы у вас было 12 гигабайт. FPS на таких вот настройках максимальных 100-120 кадров. В общем, все. И давайте покажу, как это все происходит в режиме батл рояля. Понятное дело, что когда мы прыгаем, у нас идут просадки. Это во всех батл роялях так происходит. Поэтому тут удивляться нечему. В общем, смотрите под музычку. В принципе, средняя частота кадров это 100 FPS. И напоминаю, что если вы хотите занимать топы и настреливать очень много противников. То никто на высоких настройках не играет. Их можно понизить. И FPS будет вообще максимальный. Итак, следующая игра, которая есть у меня в стиме, но я в нее не играю. Это радуга 6. Тут отличный бенчмарк, поэтому будем тестировать в нем. В общем, показываю настройки графики. Вот такие настройки. Можете смотреть, наблюдать. И запускаем бенчмарк. Сам бенчмарк я показывать не буду, потому что уже хронометраж видео получается почти до 20 минут. Поэтому я вставляю результаты. И еще вставлю эту локацию, потому что я тестировал ее с видеокарты. С 1050i i5-3470. С 1063 гигабайта. Поэтому можете посмотреть. Вот тут справа в углу будет видео. В общем, вот такие вот показатели реального FPS. Могу сказать, что в настройках, именно обратите внимание, когда я выставлял настройки, там стоит разрешение скалы 50. То есть это не полностью настоящее Full HD разрешение, а типа 50%. Но так игра выставляет по стандарту. Поэтому я уверен, так и играет большинство. По мониторингу, как бы, видеокарта не напрягается, процессор не напрягается. Но процессор загружен уже на 80%. Почти на все ядра. Поэтому для радуги могу точно сказать, что нужен процессор, у которого 4 ядра, 8 потоков. Это минимальный процессор для комфортной игры. Ну и последняя игра на сегодня, которая завершает тест моей сборки, это игра Metro Isход. В общем, поехали, показываю настройки и показываю геймплей. Ну и друзья, пробежимся по мониторингу. Как бы, видеокарта тут уже греется довольно сильно. Загружена видюха также на 90%. Температура видеокарты 75 градусов. Если честно, мне такие температуры наблюдать, ну, не очень приятно. Загрузка видеопамяти у нас составляет 3 гигабайта. Процессор загружен в районе 75-80%. Частота не проседает. Температура у процессора хорошая. То есть, держится также 50-60 градусов. До 60 даже не доходит. По оперативной памяти все так же занято не больше 6 гигабайт. FPS вы можете наблюдать. Линию фреймтайма также можете наблюдать. Я не думал, что в метро у меня будет больше 100 FPS, реально. Это, конечно, средние настройки, но, как бы, не играть комфортно. Единственный нюанс по температуре на видеокарту. Не знаю, почему так. И, кстати, друзья, в следующих видео я сравню, как работает RTX лучи на видеокарте 1070 в метро Исход. У меня эта функция есть, все работает, я уже проверял. Результат очень интересный. И даже не знаю, как его обозвать. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить это видео. В общем, все. Следующая локация. В общем, от смены локации особо FPS не меняется. Далее я тоже прошел на следующий уровень. Там у нас более открытое пространство. FPS у нас, как был в районе сотки, там 90-110, так он не держится на протяжении всей игры на этих настройках. Поэтому вот такие вот результаты у нас получились в метро. Играть, как вы поняли, конечно же, комфортно. И удовольствие от игры получаешь нереальное. Реальная игра очень крутая. Всем советую купить и поддержать разработчика. В общем, все. Переходим к итогам. И, друзья, всем, кто досмотрел видео до конца, огромное спасибо. Спасибо за то, что смотрите мой материал, который я готовил, старался, озвучивал. В общем, надеюсь, мое видео было наглядным примером, что процессоры Xeon с AliExpress на Socket 1155 вполне себе игровые. И в конце видео я могу дать характеристики, на мой взгляд, оптимального компьютера на Socket 1155. Друзья, очень большая просьба. Поставьте, пожалуйста, лайк под видео. Подпишитесь на мой канал, если вы случайно попали на него и вам понравилось мое видео. Эти действия вам сделать несложно, а мне они очень помогут в развитии канала. Я могу снимать эти видео хоть каждый день, но когда у тебя маленькая аудитория, эти видео просто увидят очень мало людей. Ну, в общем, друзья, всем спасибо за просмотр. И также рекомендую посмотреть вот эти видео.